Друзья, Маткульт, привет! Новостной выпуск номер... Ну, 8, наверное. Честно говоря, я сбился со счета. Математики до 7 тяжело считают. Но, скорее всего, это новостной выпуск номер 8. И по нашей доброй традиции, у нас почти каждый новый выпуск в новом месте. Может быть, даже вообще все выпуски в разных местах. Сейчас я из ExxonSoft, он же ITV Group, контора, в которой работает мой друг Мурат Алтуев, точнее, который ее создал когда-то, да, сколько-то лет назад. И с которым вместе мы разгоняем математику где? Правильно, в Нальчике. Вот. Но новости сегодня будут не только про Нальчик. Про Нальчик я говорил в предыдущий раз. Новости будут самые разные. И первая, самая главная новость, которую я вам сообщаю, что 9 февраля этого года из Майкопа, как это очень часто бывает, пройдет долгожданный стрим на канал с песнями, рассуждениями, философиями, что мне нравится, что мне не нравится. Сдавайте любые вопросы, да. Саватеев там вне математики, можно так это назвать. Буду давать оценку текущим сейчас многочисленным политическим событиям. И т.д. и т.п. Итак, 9 февраля. Приглашаю всех на стрим на нашем канале здесь. Начало, наверное, 19.30. Приходите в 19.30. Пока мы все построим. Может, там начнем в 19.40. 7.40 по-еврейски начнем. Примерно так. Значит, 9 февраля. Это мы помним. Дальше. Я не знаю, если новости мы успеем опубликовать до завтра, то завтра вечером из Петербурга стрим совместный с Юрой Хованским. Комиком там, вот, с которым я уже стримил два раза. И завтра, значит, вместе на канале Гроза. Но вот это посмотрим, если выйдет до 5 февраля. 5 февраля, ой, до 4 февраля вечером будет совместный стрим на канале Гроза. Так, идем дальше. В Майкопе, кроме того, 8-го будет моя лекция, не знаю о чем и не знаю где, но в День науки. Вот такая вот приглашалка, да. Наверняка туда будет, можно свободно войти в университет, сказав, что вы на День науки. И спросить, где тут Саватеев будет вещать и во сколько. Так, это будет 8-го, понедельник. Завтра я еду в Питер, потом я еду, значит, в Майкоп. Так, я поздравляю всех со всеми прошедшими праздниками. В частности, с крещением, крещением, на которое московские власти запретили купаться в проруби. Вот, что называется, сатанинская природа московских властей уже не вызывает никакого сомнения. Но мы, конечно, выкупались, и ниже будет, значит, в этом по ссылке видеоролик, как я в городе Пушкино Московской области купаюсь в реке Уча. Вот, на крещение, в мороз так. Но раз нам запрещают, мы же должны как бы это делать, да. Дальше. Прошедшие митинги в защиту Навального не относятся к сфере моих интересов, потому что Навального я считаю великим провокатором и все это вместе считаю большим театром. Но, скажем, если бы они шли не в защиту Навального, а в защиту Азата, я бы отнесся к ним с чрезвычайной симпатией. Так или иначе, наш с вами коллега, чемпион мира по математике, сидит в тюрьме, ну или где-то там в какой-нибудь кутузке, 10 дней он был арестован, и бедный сидит, сейчас, наверное, уже выйдет. Так вот, давайте ему сделаем подарок. Его зовут Вася Моков. Он медалист, золотой медалист Международной Олимпиады по математике. Он сидел в тюрьме. Как говорится, каждый русский интеллигент должен посидеть в тюрьме. Ну вот, не будем, значит, тут это самое, не будем, как это, черным юмором заниматься, а порекламируем канал Вася. У Васи шикарный YouTube канал, который называется «Математик сделает лучшее». И чтобы его поддержать, когда он выйдет из этого, значит, Мордора, он придет к себе домой, откроет канал, а там тысячи подписчиков, а? Представляете? Друзья, давайте сделаем ему подарок. Все подписываемся на канал Васи Мокина. И вообще смотрим его. Может, я его вообще позову. Может, он даже придет ко мне как-нибудь на наш канал. Вот так. О, Вася Моков, прошу прощения. Вася Моков. Вот. Значит, какие еще у нас новости? Ну, новости, значит, такие разные. Ну, вот азата посадили надолго, очень. Это, конечно, ужасно обидно. Ну, вот, так сказать, да, медведь напал, медведь победил. Значит, закон о просветительстве. Тоже пока ничего не могу сказать хорошего, но я развел бурнейшую активность против него. Опубликовал некие тексты. Петицию надо всем подписывать против. Совершенно не очевидно, что мы сможем здесь победить. Ну, маленькая, маленькая позитивная новость все-таки у меня для вас есть. Дистанционку, в Москве убрали и даже в музыкальной школе школы снова открыли. Надолго ли я, не знаю, но я могу верить, что помогло мое письмо Путину. Я могу в это верить, да, потому что я же не знаю, что на самом деле помогло, но что-то помогло. Поэтому сохраняем оптимизм, продолжаем отстаивать наши, значит, с вами научные просветительские интересы, бороться против закона о просветительстве всеми мирными методами. Ну, и напоследок скажу вам, что очень много чего произошло на каналах дружественных. В школах у нас тремя методами вышло решение сдачи по диаметрии. Одним из методов решал я, совершенно тупым и брутальным, а красивые методы это, соответственно, Дима Белов и сам Макс, Максим Олегович Коваль. Дальше. Казахский ЕГЭ разобран у Павликова, у математика МГУ, а у нас скоро будет ответ, мы будем разбирать латышский ЕГЭ тоже с Андреем Павликовым, но уже на нашем канале, мы с ним очень дружим, дружим каналами, дружим просто так. Вот. Далее. В RTVI вышло шикарное, на мой взгляд, интервью, себя не похвалишь, ходишь как оплеванный, как говорится, да? Шикарное интервью Никите Сидорову о математике в рамках «Наука против» такой, значит, у них этот самый, такая рубрика. Ну и вот я всех приглашаю смотреть это интервью, комментировать, но не надо хейтить, наоборот, лучше хейтерам там ответить то, чего они заслуживают. Вот. То есть, как это сказать? Подержите меня! Отличное интервью, но там все равно, конечно, набежали. Саватиев, Порховник у Бояршина уже было. Распустить Рособорнадзор! Видео с таким названием вышло, правда, там есть некоторое количество нехороших слов, я за них прошу прощения. А, ну это я тоже уже говорил. Так, на выборе народа и на Приспе вышли, значит, мои тексты про Навального и митинги, а также про закон о просветительстве. По ссылке смотрите. Ну еще целый ряд интервью всяких, короче, я их все здесь сейчас помещу внизу, да. Заходите, смотрите, если у вас есть много времени, то вы найдете очень много интересного. Ну а я, соответственно, поехал по всяким гастролям. Вот. Ну и всех призываю, значит, к следующему. Мы живем в довольно сложное время, и, ну как бы не очевидно решение там, в том числе моих самых близких друзей, по тому, как участвовать в это сложное время, в политике, участвовать ли, бороться ли, какими методами бороться. Что для нас самое важное? Вот я на этом хочу завершить. Самое важное для нас не сеять раздор внутри нас. Кто пошел на миссинг, кто считает, что это идиотизм. Мы вчера были друзьями, давайте друзьями оставаться. Это нормально, что кто-то пошел на миссинг, а кто-то считает это идиотизмом. Это нормально, главное дружба. Вот. Поэтому, значит, я очень дорожу всеми моими друзьями. Каких бы взглядов, они не придерживались. И всем вам советую того же. Вот так вот. И с голой пяткой против шашки мне кажется бросаться странно, поэтому осторожно с этим ОМОНом. Ладно, давайте, чтобы молодые мозги никто не калечил. Не надо нападать на медведей в лесу. Всем Маткульт привет!